Ну и теперь перейдем непосредственно к процессу. Любое столярное изделие предполагает одни и те же операции на самом деле. Грубый раскрой, ну это торцевание в размер с припуском, разрез по длине, тоже грубое. Потом формирование плоскостей, двух как минимум, ну иногда нужно всего лишь одну. Ну например, когда, ну не важно, да, не будем сейчас отвлекаться на это, создание базовых плоскостей, затем склеивание, сплачивание щитов, опять создание базовых плоскостей щитов, строгание в размер, торцевание в размер, зарезание шипов, проушин, ласочных хвостов, ответных частей, неважно чего, да, то есть соединительных элементов, особенно сухая сборка. То есть эта сборка, вот чем Андрей занимался на прошлом занятии, то есть он все свои соединения подогнал и потом их стянул струбцинами без клея. И смотрел, есть ли где щели или нет. Если есть где-то щели, разбирается, опять это подрабатывается. Как только вы собрали, у вас все получилось, склеиваете, и окончательная отделка. Любое изделие, делаете вы вешалку, или делаете вы забор, или делаете вы столик для Екатерины II, операции одни и те же. Вот. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Ну и последнее, наверное, отличие большой мастерской от маленькой, только тем, что в маленькой мастерской у вас есть больше, как сказать, возможности для маневрирования. Любое большое производство, оно, это как большой маховик, и очень трудно раскручивать. Оно, правда, потом очень медленно останавливается, да, но маленькая мастерская более мобильная, вы можете быстрее перескочить на другое изделие, да, чем большая. В большой мастерской выгодно делать большие проекты, массовые и простые. Маленькая мастерская может себе позволить какие-то заморочки. Но если говорить не о мастерской для хобби, где вообще не важно, сколько что стоит, потому что вы платите за удовольствие. Вот мастерская для хобби, я встречал стойлеров, в кавычках, да, которые просто создавали мастерскую, покупали суперинструмент, приходили туда, пили чай, отдыхали душой и уходили. И это того стоит, поверьте. Главное, чтобы мы получали удовольствие. Я знаю огромное количество людей, которые собирают мастерскую не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы отдыхать душой. Но как только мы говорим о некой окупаемости мастерской, то вы должны понимать, что чем меньше мастерская, тем больше рисков, и она медленнее окупается. Может вообще не окупаться. Чем больше мастерская, тем рисков меньше, и тем легче ей окупится. Ну, в долгосрочной перспективе. Понятно, что на большую мастерскую нужно много денег, да, сразу. Но большая мастерская и приносит много денег. Ну, и, конечно, самое важное, что любое, ну, назовем его, как это, Павел, я могу ошибиться, ООО, это что? Ну, фирма, да? Любая фирма безопаснее, чем индивидуальный предприниматель, с юридической точки зрения. Индивидуальный предприниматель отвечает своим имуществом. ООО отвечает фондам. Уставным капиталам не больше того. Вот, не больше того. Поэтому сто раз подумайте, хотите ли вы этим ремеслом заниматься. Это приносит огромное удовольствие. Сразу предупреждаю, это приносит небольшие деньги. Наркотики, оружие приносят гораздо большие деньги. Вот, нет, просто мне вот недавно, да, мне недавно на мастеровом задали вопрос. Говорят, вот, да, я, я, говорит, у меня, говорит, очень хорошая работа, да, я очень хорошо получаю, но меня от нее тошнит. И вот я хочу заняться ремеслом. То есть, вот, просто взять, создать свою маленькую мастерскую и в одиночку все делать. Но, но я очень сомневаюсь, боюсь, что упадут мои доходы. Ну, вот, что вы мне посоветует? Я ему посоветовал ни в коем случае этим не заниматься. Если есть какие-то подозрения, да, если есть какие-то сомнения, значит, вы не созрели для этого. Это вот как в любви. Если вы думаете о том, а люблю ли я этого мужчину или, там, женщину, да, скорее всего, вы его не любите. Когда вы его любите, вообще вопросов не возникает. То же самое и с ремеслом. Если у вас возникают вопросы, если вам боязно, да, то вы не готовы к этому и не надо рисковать. Вот когда, когда вы понимаете, что жить без этого невозможно и вам ничего не страшно, это ваше. Но будьте готовы, что все риски вы берете на себя. Это вот примерно так. Поэтому пусть как можно дольше столярка будет вашим хобби. Еще знаете, какой интересный момент? Раз мы об этом заговорили, я бы хотел на этом заострить внимание. Очень часто, когда вы свое хобби превращаете в профессию, вы убиваете любовь к своему хобби. Потому что одно дело, когда я занимаюсь этим по любви, а другое дело, когда по принуждению. У меня был такой момент в жизни, когда я думал, что я со столяркой расстанусь. Потому что хоббисты, они очень счастливые люди. Они делают то, что хотят и когда хотят. И они делают гораздо более сложные изделия, чем профессионалы. Поверьте. Потому что профессионал делает то, что у него просит заказчик. А заказчик просит дешево и сердито. А значит, на черных саморезах из фанеры. А хоббист может себе позволить сделать вручную полностью все, даже выстрогивать плоскости вручную. И получать от этого удовольствие. Поэтому как можно дольше сохраняйте в себе любовь к столярке. Сохраняйте в себе любовь к столярке. Сохраняйте в себе любовь к столярке. Продолжение следует...